В Тульской области, где помимо депутатов в Госдуму выбирали также губернатора, обработаны уже почти половина бюллетеней и неоспоримое лидерство у временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Дюмина. Он набрал более 84% голосов о том, как голосовали, знает наш корреспондент Артём Потёмин. Уже за полночь сюда, в предвыборный штаб, кандидат в губернаторы Тульской области Алексея Дюмина прибыл сам господин Дюмин. Я напомню, что по предварительным подсчётам голосов Алексей Дюмин побеждает на выборах в губернаторы Тульской области с результатом 85%. Так вот, Алексей Дюмин прибыл сюда, встретили его здесь его соратники овациями. Естественно, Алексей Дюмин в первую очередь поблагодарил их всех за поддержку, поблагодарил всех жителей Тульской области, которые пришли сегодня на избирательные участки для того, чтобы сделать свой выбор, причём проголосовать не только за кандидатуру Алексея Дюмина, но и за его соперников. Он сказал, что, конечно же, выборы это важны, и важен каждый голос, важно мнение каждого россиянина. Чувствую колоссальную нагрузку и ответственность, которая возложена будет на меня за регион, за тех людей, которые живут здесь. И ещё раз повторюсь, надо сделать всё для того, чтобы не подвести, и те планы, которые мы наметили, и которые уже начали сейчас реализовываться, они были реализованы во благо и во имя тех людей, которые здесь живут. Я напомню, что Алексей Дюмин вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатором Тульской области 2 февраля этого года, и, что называется, сразу окунулся в работу. Многие эксперты высказывали такое мнение, что так как Алексей Дюмин долгое время проработал в военном ведомстве, то в первую очередь он сосредоточит своё внимание на оборонно-промышленном комплексе. Я напомню, что Тулы — город русских оружейников, столица русского оружия. Однако же, естественно, на этом Алексей Дюмин решил не ограничиваться. Его командой была разработана программа социального и экономического развития области на ближайшие 5 лет. Самое главное то в этой программе, что мы не в кабинетах чиновников писали эту программу, и не приглашали экспертов из Москвы или из других каких-то крупных городов, что мы сделали акцент, эта программа стала народной. Мы обратились в первую очередь к народу, и народ принял активное участие в написании данной программы. Окончательные итоги голосования будут подведены утром 19 сентября. И, как и отметил Алексей Дюмин, его жизненная позиция, жизненные креды, которые он собирается придерживаться в том числе и на посту губернатора, это меньше слов, больше дела. Артём Потемин, Илья Налётов, Андрей Юрчук и Пётр Сафонов. Вести и Стулы. Продолжение следует...